вот завершенный блок сейчас у него размер 10 на 10 но соседний блок уйдет шов и в надрезы еще пол дюйма с каждой стороны то есть финишный размер будет 9 на 9 дюймов что я дальше делаю ну я обрезала то есть вот у меня это на шов и на бахрому вот я нарисовала сейчас линию шва по контуру я это только для тех кто будет баттинг делать как вариантов и рисую линию где мне нужно будет как обычно в рэпил те закрепить баттинг потому что он у нас в шов не входит я по середине вот этого 1 дюйма по пол дюйма я нарисовала то есть видите да вот нарисованы вот так я прострочу и вот так в середине чтобы баттинг у меня внутри не ходил хотя здесь конечно мало но я сделаю вот и что мне нужно теперь то есть размер будет 9 дюймов а мне надо для моей до моего подвеса 12 дюймов почему я вам это показываю например если вы будете сшивать в квилте эти блоки не один к другому а через ленту рамочку еще какую-то что у вас как бы объединялась сумалы вот то для этого нужно будет выкрыть соответствующие ленты если вы в ряды будете то вам нужно вот здесь пришить ленты а потом уже лента между рядами я сделаю наоборот вы будете также делать только в другой последовательности вот мне нужно допустим вот у меня 9 дюймов так это вот так 9 дюймов и у меня остается до 12 раз два три три дюйма значит мне нужно как высчитать как высчитать какой ширины ленту нужно вырезать до для рамочки у вас это будет вставки между блоками и ряд между рядами блока здесь у нас пишем и ширину у нас получается по полтора дюйма то вот у нас лента и по пол дюйма мы прибавляем но бахрому этой стороны и с этой то есть значит полтора плюс один мы выкраиваем 2 с 2 с половиной дюйма если а если вам нужен пример вы хотите 3 дюйма ширину ленты или два с половиной то вам нужно будет три с половиной ленту чтобы в готовом виде например вы хотите если у нас здесь по одному дюйму вы хотите два то вам нужно будет три а если вы хотите два с половиной то вам один дюйм надо прибавлять до попала дюйма с каждой стороны вот я сейчас и выкрою я их тоже сделаю с баттингом вот только я буду делать вот так и вот так так как обычно в настенных квилтах да маленький квилтах мы сначала пришиваем вот эти а потом боковые уже на длину соответственно значит я мне нужно выкроить лицевую часть и задник 4 ленты и баттинг две ленты мы вырезаем 10 дюймов и вторая лента то у меня вверх-вниз то же самое я сделаю с задником выкладываю по разметке два с половиной дюйма теперь мне нужно 10 дюймов для рамки своего блока чтобы не загибалась ничего я буду выкраивать баттинг из обычный это у меня синтетический баттинг мне нужно полтора дюйма так ой мне надо не 10 мне надо 9 так я сейчас еще один дюйм отрежу что я так и выкладываю 10 разметочки так выкладываю надо сколоть я сначала сделаю нарисую припуски на швы вот 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 Здесь у нас полтора дюйма. Мне нужен центр. Нарисовать, где я буду отстраивать. Закреплять баттинг. Так, полтора дюйма. Так, это полдюйма и одна четвертая. Ой, надо вот отсюда класть. Ну ладно, можно в принципе два с половиной разлить пополам. Это будет один дюйм и одна четвертая. Вот. И девять пополам, это четыре с половиной дюйма. Вот, теперь уже можно скалывать. И со второй тоже самое делаю. Так, верхнюю, нижнюю мы уже скроили, скололи. И теперь нам нужна длина боковинок. Можно, конечно, высчитать. Сложить два с половиной, два с половиной. Минус один дюйм на вот эти швы. Получится два с половиной. Пять минус один. Получается четыре дюйма. Можно просто так вот положить по полдюйма. Я уже сложила. Это в шов. Так. И у меня получилось то же самое. Тринадцать дюймов. Вот, значит, я сейчас точно так же, с таким же принципом, с баттинг все, сделаю тринадцати дюймовые боковые ленты. Значит, отстрачиваю вот так и так. Сначала прикрепляю, пришиваю верхнюю, нижнюю, а затем боковинки. И потом будем надрезать. Все, и краю скалываю, такие вот боковиночки. И вот уже готовый блок. То есть я пришила только вот эту окантовочку. С изнанки выглядит вот так. Геометрический узор стежки. И вот уже полностью готовая композиция. Продолжение следует... Продолжение следует...